Напоминаю, вы смотрите информационный выпуск CGTN. Мы продолжаем. В Шанхае продолжается главное кинособытие года – международный фестиваль. Он включает несколько мероприятий, в том числе и неделю кино, посвященную инициативе «Пояс и путь», которая стартовала на днях. Наш корреспондент с подробностями. Неделя киностро-инициативы «Один бой с один будь» сдала уже неотъемленная частью шанхайского кинофестиваля. В этом году она началась с 9 июня. Организатором выступает ариянский на фестивале «Бой с Айбуди», который объединяет более 50-ти кинематографических организаций из более чем 40 стран. Сейчас происходит такая тенденция, что наши фильмы часто бывают уже и на шанхайском фестивале, и в Корее на Пусанском фестивале, в Токио. То есть идет такая тенденция, что азиатский континент пытается поддерживать кинематографистов из Азии. И я думаю, что тому пример шанхайский фестиваль, потому что специальная программа именно молодых режиссеров из Азии, я думаю, что это говорит о том, что, в общем-то, видимо, само время требует, чтобы мы имели более тесные связи, вот, азиатский континент. В 2018 году шанхайский кинофестиваль учредил киноальянс «Пояс и путь», который позволяет представителям индустрии и стран-участниц инициативы иметь особую платформу и возможность рекомендовать друг другу фильмы и режиссеров. По сути, альянс обогащает содержанием всю мировую киносцену. Неделя кино «Бо Сайбути» уже стала ярким образцом международного гультурного сотрудничества. Например, стараниями органзаторов в этом году китайской абдидоре покажут казахстанские фирмы на старте. Это очень приятно быть одними из выбранных, и благодаря кинофестивалю мы показываем свою культуру, свои картины, свои достижения в киноиндустрии. И наш кинофильм «Алга» на старте будет увиден не только в Шанхае, но и в пяти больших крупных городах Китайской Народной Республики, чему мы очень рады. Фестиваль также привлек внимание российских кинодетелей, которые надеются на укрепление сотрудничества между Россией и Китаем на кинолинке. Особенно сейчас, когда у нас начинается общая новая страница в истории взаимоотношений наших двух стран. И мы надеемся, что наши актеры станут известными в Китае, а китайские актеры и фильмы станут известными в России. Например, мы планируем организовать Дни китайского кино совместно с Китайским архивом на территории России. Он пройдет, фестиваль, этот фестиваль китайского кино пройдет в трех городах. Это Москва, Санкт-Петербург и Казань во второй половине сентября. А сейчас мы с китайскими коллегами работаем над программой, где будет представлено шесть фильмов. В этом году неделя кино «Бойса и Будди» выходит за пределы Шанхая. Одновременный показ состоится в городах Ханчжоу, Нимбо, Нангин, Сучжоу и Хэфэй, чтобы жители региона Даритерики Янцзи могли познакомиться с яркими и разнообразными обычаями и жизнью разных народов. Кинофестивали – это не только праздник кино, но и важная площадка гуманитарных обменов, на которой рождаются новые проекты. Свидетельство Амдаму, проходящее в рамках фестиваля «Неделя кино» страны инициативы «Один бойс, один будь», которая зарекомендовала себя как авторитетная платформа гуманитарного сотрудничества. Субтитры создавал DimaTorzok